Здравствуйте, дорогие друзья! В этом ролике мы решили рассказать вам о новых актуальных картинах с актером Станиславом Бондаренко, которые мы ожидаем в этом году. Устраивайтесь поудобнее и приятного вам просмотра! Предлагаем вам начать с картины «Стикер», которая вышла в прокат совсем недавно, 21 апреля. Это интересный и интригующий фильм, где гармонично переплетаются между собой детективные и любовные линии. По сюжету первая встреча главных героев — это цепь случайных совпадений. Однако спустя некоторое время девушка появляется в его офисе под другим именем и с подозрительно чистой биографией. И это уже кажется совсем не случайным. Главная героиня по сюжету вызывает много вопросов. Ее поступки не ясны, но благодаря ей держится вся интрига фильма. В ролях Евгения Нохрина, Станислав Бондаренко, Иван Стебунов, Екатерина Олькина, Александр Самойленко, Александр Дьяченко и другие. У фильма есть свой сайт, где вы можете купить билет, а также ознакомиться со всей имеющейся информацией по картине. А сонтрек к фильму «Стикер» написала Полина Гагарина. Советуем посмотреть. Также в 2022 году мы ждем продолжения сериала «Анка с Молдаванки» 5 лет спустя. Действие продолжения развернется в 1982 году. После своей смерти, инсценированной Одесским уголовным розыском, Анка поселяется в Ростове вместе с мужем — капитаном милиции Николаем Васильевым. Но их семейная жизнь далека от идиллии, и очередная ссора толкает Аню вернуться в родную Одессу. Когда ее муж узнает, что из мест заключения сбежал бывший возлюбленный подельник Аню, вор-рецидивист Аркадий Сотников, он тоже покидает Ростов и возвращается на работу в Одесский уголовный розыск. Васильев надеется сохранить семью и защитить жену в случае опасности, но он не знает, что Анка успела влюбить в себя очередного красавца вора Данилу и вернулась к прошлому — планированию преступлений и криминалу. Она оказывается в эпицентре противостояния сразу нескольких сил. Она вынуждена лавировать между жаждущим мести Сотниковым, влюбленным в нее Данилой и мужем Николаем, который ей все еще не безразличен. В ролях Екатерина Кузнецова, Станислав Бондаренко, Антон Шагин, Марина Коняшкина, Макар Запорожский и другие. Будем ждать продолжения. Кстати, съемки сериала закончились в январе. Среди ожидаемых новинок можно отметить также детективную драму «Инкубатор» из восьми серий. Станислав Бондаренко играет в сериале Артема, полицейского. У него прекрасные отношения с матерью Ириной. Но однажды она исчезает при весьма странных обстоятельствах. Артем ищет мать и в процессе узнает много горькой правды о ней и о себе. Артем понимает, что мать преследует бандиты, и есть только один способ ее спасти — это размотать цепочку преступлений до конца и найти главу банды по прозвищу «Инкубатор». В ролях, кроме Станислава Бондаренко, мы увидим Ингеборгу Дабкунайте, Бориса Щербакова, Владимира Сычева, Александра Лазарева-младшего, Полину Филоненко и других. Также должен был выйти фильм «Легенды Орленка» с актером. Фильм был задуман год назад как подарок 60-летию центра, но его производство затянулось, и пока что нет информации о его выходе. «Легенда Орленка» — это современная романтико-приключенческая история. По сюжету девочка Маша случайно пробуждает одного из семи каменных ста. Своими новыми друзьями ей предстоит разгадать тайну семи легенд — обрести веру в себя, спасти дружбу, научиться ценить добро и справедливость. В ролях актриса театра и кино Елизавета Арзамасова, актеры Нил Крапалов и Станислав Бондаренко, юные актеры Даниил Муравьев-Изотов и Софья Грузенко и многие другие. Будем надеяться, что картина со Станиславом Бондаренко все-таки выйдет. Но на этом на сегодня все, не пропустите и другие ролики на нашем канале и до скорых встреч, дорогие друзья!